Поговорим сегодня о таком парне Серёже Филькин, Сергей Филькин. Огромный молодец, когда пришёл, такую чушь написал. Ну, в принципе, парень пришёл, чтобы научиться писать в школу. В большинстве случаев книги, видео сами по себе, они ничего не дают. Важно сосредоточить внимание на главном. Итак, это сообщение было ещё, по-моему, тогда, когда было начало. Да, я посмотрел, это был декабрь 22-го. Сейчас у нас март 23-го. Как вырос парень за 3 месяца? Ребят, для новичков, которые начали с этого видео. Если вы не видите еженедельный ваш рост, то ваше обучение стоит на месте. Надо менять подход. Итак, ну, сразу, наверное, бросается в глаза, что всё пусто, но на самом деле на тот момент у него уже были сдвиги. То есть, он научился видеть параметры, да? То есть, что должно передаваться. И вот сейчас, для самых новичков, да, я даю профессиональный код. И пусть сегодня вы видите только переменную, но важно их начать видеть. То есть, по мере работы ваш файл, исходные коды будут становиться читаемыми. Не будет так, что в один миг раз и всё. Я некоторым ребятам, троим, дал вот это видео. Оно будет в описании. И давайте посмотрим, как начал расти парень. В первую очередь, очередь, действительно, начал работать с параметрами и аргументами. И дальше мы видим, кроме самого условия, вот молодец, да, пояснить, да, где и как вы используете позиционный аргумент. То есть, вот эти вещи надо понимать. Очень хорошо надо понимать. Потому что, когда мы не понимаем, зачем и когда используются позиционные аргументы и вообще аргументы, и мы их не читаем, то дальше наше программирование заходит в тупик. В принципе, всё банально просто. Когда мы открываем, допустим, какой-то файл исходного кода, первый вопрос, если это смотрят видео, кроме Серёжи, новички. Ребят, задаём себе прямо сейчас вопрос. Вы бываете в исходных кодах? Вы бываете в документации? Если ответ на любой из вопросов неутвердительный или частичный, то дело плохо. Надо менять подход. Потому что программирования никакого не будет. Вы либо делаете работу программиста каждый день, то есть работаете с документацией, исходным кодом, либо не делаете. Третьего не дано. Книги, видео, всё это прекрасно. Объясню тот момент насчёт позиционного аргумента. Берём на примере Django. Берём файл Shortcast, берём функцию Django GetObject Tor 404. Обратите внимание. Давайте откроем какой-нибудь проект. Так. Вот этот. И посмотрим. Вот здесь эта функция в действии. Иными словами, обратите внимание. GetObject Tor 404. Post. Post это модель. Если мы посмотрим на документацию, то здесь указано, что класс. То есть обязательно позиционный параметр, который требует передачи обязательного позиционного аргумента. Кстати, ребята, если вы не понимаете, о чём я говорю, значит, приходите в школу. Дело плохо. Никакого программирования не будет. Сейчас приведу ещё один фрагмент. Парень, который не так давно начал писать. Так как он занялся ещё JavaScript, я ему порекомендовал с указателем C++. Здравствуйте, Валерий. Я хотел поздравить. Вы мне открыли дверь C++. Но, тем не менее, вот Серёжа сейчас проделывает работу, которая была проделана с Димой из Беларуси. Когда я ему написал, ведь мы много с вами проделали перед тем, как он начал писать. Я сейчас вам покажу файлы, чтобы вы понимали разницу. Вот первый файл Тога, да, это описал Серёжа сейчас, но он растёт. Серёж, смотрите, я надеюсь, вы смотрите за Димой тоже, и у вас такое всё будет. А другой момент. Мы смотрим Диму, да, он тоже недавно начал писать. И когда мы доходим, например, атрибут экземпляра класса равен значению параметра up. Пустом множество, если параметр table равен значению, ну, но если мы ставим множество и так далее. То есть всё предельно конкретно. У него, у Димы, появились конкретные формулировки в конкретном исходном коде, с конкретными параметрами. Понимаете? То есть, вот Серёжа, то, что сейчас делает, он идёт вот к этому пути. И сейчас я буду читать, Сергей, а вы себе мотайте на ауз. Смотрите, вот мы с вами сейчас делаем следующее. Вы мне показали функции в Python, JavaScript и других языках. То есть, сначала Дима научился писать функции. Это всё совершенно оправдано. Потому что, когда мы открываем абсолютно любой файл любого языка, мы видим либо методы, либо функции. То есть, если мы их не читаем, то смысл. А теперь ещё задаём себе вопрос. Если мы не читаем функции, понятно, что в исходный код мы не пойдём, потому что мы там ничего не понимаем. Ну и понятно, что в документацию мы тоже не пойдём. Читаем дальше. Потом мы обратили внимание на чтение документации исходного кода. Ребята, так это правильно. Это работа программиста. Потому что, на самом деле, у Димы была ситуация вообще сначала аховая. Кстати, вот посмотрите видео spb-teletut.ru, сайт школы, приходите. Ещё видео крутой Python. Дима тогда писал ещё. Я вот три года только от вас сейчас узнал, чтобы действовать к программированию, это функции. Кстати, это проблема 90% людей. Просто пробежали функции и всё. А их надо считывать. Функции надо, чтобы блестели, отлетали. Дальше. Я впервые от вас узнал, куда смотреть и на что смотреть. Абсолютно верно. Большинство людей ходят куда? На переполнение стека и там ищут конкретный ответ по своей ситуации. А когда мы начнём думать? Когда мы начнём делать работу программиста? Пока мы её не начнём по факту делать, то, что начал сейчас делать Серёжа. Вот он новичок, да, новичок. Но он двигается. И теперь вот я вижу, что он реально... Сейчас посмотрим. Код начал двигаться. То есть, Дима начал читать исходный код. Да? Ну и так далее. Почитайте всё. Кстати, когда я Диме порекомендовал С++, через несколько времени он написал, чтобы осталось в памяти. И бас-бас-бас между строк, несколько имён были привязаны к одному и тому же объекту. То есть, человек начал видеть, когда понял, вот просто... Вам пока, Серёж, С++ противопоказан. Я не рекомендую на данном этапе. Как и перед вами, там, Саша, да, тоже сказал, С++ подключите и вы так же, когда будете конкретно в Python на атрибутах. Только тогда вам он будет полезен. А там понравится, будете писать. Или нужен будет. Потому что С++, он после функции, он вам тоже будет понятен. Этот язык полностью собирается. Итак. Серёж, рост чётко виден. Значит, какое исключение вводится, если не указать позиционный аргумент? Всё правильно. Теперь больше и больше работайте. Работайте. Любой код у вас исключение. И исключение это как метод работы. Всё правильно. Но на данном этапе, тем быстрее вы осознаете, почему вводится исключение и переведёте его на человеческий язык. То есть, с явным, как вы указали, какое исключение вводится, если пропустить запятую после типа или переменной. То есть, да, с одной стороны вроде понятно, но пока вы чётко не проговорите себе в голове вот так, да, прямо словами. И когда это исключение попадётся 10-15-20 раз, вы всегда его будете узнавать. То есть, от него начнётся отталкивание. Вот этот момент, к нему, Серёжа, вам надо обязательно отнестись. Я вижу, что вы начали делать, но это должно стать уровнем вашей жизни. Понимаете? Одно дело, вы вот задумали код и пишете. Но от чего вы отталкиваетесь? От документации. А в коде от исключения. Исключение вас должно направлять. Но оно будет направлять только в том случае, когда, вот как здесь вы видите, да, когда вы понимаете, что оно означает. А чтобы оно знать, что оно означает, надо получить хотя бы, ну, 20-30 этих исключений в разных ситуациях. Тогда будет всё нормально. При этом эти исключения, они все одинаковые в разных языках. Да, может быть, формулировка разная, но принципиально они не отличаются. Так, здесь всё правильно по заданию. Да, молодец. Молодец. Только работайте, работайте именно... Вот человек проработал. Вот он прислал задание. Я вижу, что он работал. Да, добрый вечер. Своё домашнее задание частично пожисти, только по нему вы. Дальше котлен пойдёт у меня. И вот здесь он себе планирует. Да, условия задания. Тренировка параметра плюс исключения. Обязательно работа с документацией. Переходим на сайт. Функцию начинаем. Проработать с включения. Получить как можно больше исключений. Подробно описать. Другие языки. Можно брать любые. Но RUST. JSC. Код. Это прекрасный выбор. Так. Чтение файла исходного кода. Описать функции жалобы стороны параметра. Как понимаете, обязательно найти их в документации. Постараться... Ребят, вот здесь правильно, Серёж. Вот ты абсолютно правильно меня понял. Документация и исходный код – это метод работы. Иными словами, наши действия такие должны быть. Когда мы что-то пишем, мы сначала что идём? В документацию. Мы зашли в документацию. Как правило, что-то зашли. Ну, например, нам надо посмотреть вот эти функции. Мы пишем shortcut. Или я приведу сложнее пример, тогда вы меня поймёте. Kerset. Да, методы. Иными словами, что-то нам непонятно. Да, по сути дела. В документации не всегда всё понятно. Что мы делаем? Мы идём в код. Возьмём, нет, это сложновато будет кересеть сейчас. Возьмём лист, да, то, что я рассказывал у Жанга, чтобы научиться переопределять методы. Вот так сделаем. Идём в код. Смотрите. Да, берём вьюху, берём генерик, берём лист и смотрим. Смотрите. Ну вот, например. Мы берём сейчас, сделаем так. Жанга. Лист вью. Находим. Кстати, вот где мы были, вот сразу в Жангу очень чётко указана документация, да. И тут есть определённые методы. Если нам непонятна документация, Серёж, пока запоминать не надо, я просто суть рассказываю. Вот смотрим. Вот смотрите, здесь же всё чётко написано. кересет метод. Сейчас мы его посмотрим. Присвоил значение и в память, да. А дальше пишется, смотрите. Вот это сама кересет метод. Сельф, модел, дефалт менеджер, а, да. Абсолютно написано, что. Вот что написано. Дефалт менеджер это и есть обжиг. То есть тут чётко написали, что кересет определяется модель, обжиг и так далее. То есть в исходном коде сразу нам становится понятно. При наличии определённых знаний. Ну а что мы здесь выбираем? Нам и документация не нужна. Что кересет не обязательно должен так работать. А мы просто можем напрямую использовать метод кересета и использовать метод. То есть, по сути дела, вот это мы увидели. Нам не обязательно строить вот всё вот это. Пост, объект, фильтр. Мы можем совершенно... Это в Жанге я показывал. Мы с вами это изучали. То есть напрямую. Поняли. Сейчас это касается Жанга довольно сложно. Но на самом деле, иногда, когда мы смотрим исходный код и документацию, это должно сливаться в одно. Дополняется документация и исходный код. Просто сейчас это сложно воспринимается, потому что вы не сталкивались, кто не сталкивался с Жангой, не понимает, о чём речь. Но когда мы начинаем сталкиваться с Жангой и действительно что-то где-то не понимаем, то самое простое, это начать использовать документацию и исходный код. Вот Серёжа сделал первые шаги. Если, это я для новичков говорю, ребята, вы откроете исходный код, который, допустим, вы избегаете и думаете сразу поймёте, нет. Это должно пройти 3-4-5 месяцев. И исходный код, как у Серёжи происходит, смотрите, никогда я не видел чудес. Вот приходил парень, помню, он говорит, а я знаю, что такое только DEF. Пару видео на YouTube смотрел, больше ничего не знаю. То есть, в чём важен сам момент? Важен сам момент начать работать с исходным кодом. Это как воспринимать, как вашу основную работу. Работа программиста – это работа с документацией, работа с исходным кодом. Просто вот этот момент, я ещё раз напоминаю Серёже и новичкам, уточняю, кто начал с этого видео, что вот когда Серёжа описал вот этот профессиональный код, он очень много оставил за кадром. Но на тот момент он показал, Валерий Иванович, я вижу параметры, я считываю их. Да, он не понимал на тот момент вот эти методы, он не понимал, что они делают, много не понимал. Но именно так идёт работа, не так, что вот я проснулся и всё читаю. Нет. Идёт работа постепенно. Вот смотрите, в данный момент он видел, но... Не но. Он указывает два обязательных неименованных позиционных аргумента. Дальше, честно пишу, не понимаю, что значит, но это метод. При помощи оператора ретро, значение self. То есть на тот момент он описывает что-то знакомое, но он видит. Дальше идёт развитие. Всё вполне понятно. Мне, допустим, с этого файла понятно, что с функциями, ну, грубо говоря, у нас полная жопа. Поэтому надо что делать? Работать с функциями. Второй момент. Обратите внимание, когда он описывает, он просто описывает, но он не придаёт значения, у него выпадает, что, а почему стоит здесь self? Ну, ладно, мы это не трогаем, это классы. А почему здесь позиционные? А почему мы здесь именованные не поставили? И мы получаем ответы дальше. Я очень хорошо понимаю, ведь здесь не то, что выучить. Это надо вбить в поле зрения. Тогда происходят чудеса. Да никаких чудес не происходит. Тогда происходит то, что мы начинаем в первую очередь, как писал Дима из Белоруссии, куда смотреть? Потому что тогда, вот это я проще покажу, чтобы не запутывать вас, тогда как раз-таки мы начинаем, когда это в угле зрения, мы начинаем соображать, в первую очередь, куда надо посмотреть? На параметре, ага, один позиционный параметр. Ну, по сути дела, всегда это будет обозначать что-то важное. В данном случае модель. Из чего извлекать объект записи, допустим, если нет модели? Понятно, что разработчики тогда поставят это как обозиционный параметр. Потому что если он не будет указан, то пишут, что у вас не хватает одного позиционного, отсутствует один позиционный параметр. Все, дальше мы не пойдем. Ратуйтесь, спасайте, надо это все делать. Но момент тот, что в данном случае, когда Сережа себя вбивает в это поле зрения, он это начинает видеть. Этот процесс, ребята, не быстрый. Но Сережа теперь уже видит свой рост. То есть он описывает язык. И поэтому здесь, здесь я говорю, что да, молодец. Молодец. Какое исключение вводится, если не указать позиционный аргумент? Да, то вот он уже описывает. Отсутствует один позиционный аргумент Пеппер. Теперь, то, что раньше возможно для новичков было сложно, главное было уловить суть. Но сейчас, Сережа, вот вам конкретно, еще раз я повторю, я это говорил. От исключений надо отталкиваться. То есть вы их берете в работу. Именно пишите код, отталкиваясь от исключения. Вам важнее знать, когда неправильно, чем правильно. Как правило, исключения всегда одни и те же, в большинстве своем. Но именно это должно вас толкать вперед. Так, здесь все нормально. Если вы будете это использовать, то будет все нормально. Так, ну JS там вроде как сбросился файл. Мы открываем файл JS. Все верно. Когда человек начинает писать функции на одном языке, он начинает писать функции на втором языке. Ему единственное, надо разобраться, что правильно. Я вижу, что правильно назвал, что в JavaScript это формальные параметры. Формальные. В JavaScript нет такого понятия, как позиционный аргумент. Тут-то ему по барабану. Но я всегда говорю ребятам, у вас в голове должна быть какая-то строгая система. В любом случае, надо отталкиваться всегда от какой-то классики. Почему? Потому что JavaScript все стерпит. Но потом ошибки. Сереж, единственная сейчас тебе задача, если ты вошел в JavaScript уже, взял его, то твоя задача на первые несколько месяцев, потому что быстро не получится, разбирайся с ЗИС, уроки под JavaScript посмотришь сначала, да, там, на сайте школы, ноду установишь и разбирайся с ЗИС. То есть твоя задача это дополни себе. Почему? Потому что сейчас ЗИС для тебя вытянет. Вот тут уроки JavaScript смотришь, устанавливаешь ноду. И ближайшая документация самая такая, ЗИС, да, тебе потом понадобится сельф. Это немножко другое, чем ЗИС. Но тем не менее, в JavaScript самое главное на первом этапе разобраться ЗИС. То есть на какой объект указывает вот это ключевое слово. Я сейчас не говорю уже, что разобрать функции первого порядка, все это вытянется потом. Пока хотя бы ЗИС разберись. Это не так просто на самом деле. Следующий момент. Сейчас я дам рекомендации, что дальше делать. Шоркаст. По-моему, там второе окно есть. Вот смотрите, что он начал делать. Он начал четко для себя формулировать задание. Итак, давайте пробежимся по файлу. Во-первых... Так, чего-то там ссылка не работает. Ну ладно. Тренировка параметров плюс включение. Обязательная работа с документацией. Это, я так понимаю, Python. Все верно. Подробно описать приложение документации. Зачем нужно работать с документацией? Зачем нужно описывать? Сереж, для тебя, говорю, для ребят. Потому что, вот смотри, открываем твой первый файл. То есть, смотри, у тебя просто не хватает слов. Чтобы эти слова появились, ты начал делать правильные действия. То есть, надо все писать, все, что мы делаем. Надо дать название этим конструкциям языка. То есть, перевести их на нормальный человеческий язык. Чтобы мы понимали, о чем говорим. Вот это вы начали делать, Сереж, все правильно. Другие языки. Так, 4, да, ARC2. Так, вот этот файл. Все правильно. Дал описать. Shortcast. Описать эти функции. То есть, это уже боевой опыт. Написать программу. Да, все правильно. Почитайте статью, как выращиваешь себя программиста. На самом деле, у Сережи сейчас какой этап? То, что у новичков всегда проваливается. Мы вроде изучаем нечто по документации, а написать сами функции не можем. Почему? Я вам рекомендовал установить библиотеку пилов. Вы с ней всегда, когда столкнетесь хоть раз в жизни. Найти, проработать в ней функции. Иными словами, написать свои функции на те функции, которые есть в пилов. Это то, что он понял. Вот, абсолютно верно. Если вот так, получил ожидаемое исключение. То есть, смотрите. Человек очень правильно тренирует. Иными словами, он создает функцию, которая имеет два параметра. То есть, который обязательный параметр требует передачи двух аргументов. Иными словами, и человек получает ожидаемое, Сережа, в данном случае, исключение. То есть, именно таким образом. Так, ну, значит, если пойдете, Сереж, дальше от исключения, то все получится вообще круто. Здесь пошел JS. Я там еще видел файл по Котлен, но я у него сейчас не полезу. Сереж, по сравнению с другими ребятами, я вижу, насколько вы сейчас отработали. Мы подойдем немножко к другому краю. А с какого края мы с вами подойдем? Смотрите. Вот вам задание. Вот вам задание. Я вижу, что для вас это будет полезно. Смотрите, Сереж. Сейчас записываете файл Shortcast и идете в классы. В классы сейчас пока ни атрибуты, ничего, это не разбираете. Открываете просто тупо классы, делаете. Мне один вопрос к вам. Вы на него должны ответить. Что общего между классами и функциями? Это вопрос самый главный сейчас для вас. То есть давайте сведем в одно, потому что в большинстве случаев у людей как? Функция одно, классы другого. А я вам говорю, что когда-то это задание я давал Денису. И вижу, что оно полезно вам будет. То есть классы и функции это одного поля ягоды. Это разные вещи. Они делают разные совершенно. Они имеют разные пространства и имен. Но это одного поля ягоды. Есть между ними общее. И это общее у вас везде здесь написано. Я хочу, чтобы вы это увидели. Поэтому проработайте классы, назовете мне, напишите пример. Вот функция, вот класс. Что их объединяет? Вот это я хочу от вас услышать. Дальше пойдем дальше. Это первое. И я не увидел еще описание файла Shortcast. Абсолютно верно делает... Дальше надо идти только к исходному коду. Сереж, пока я ничего не могу сказать. То есть то, что вы учитесь, рост виден. Пока вы не пишете. Это я тоже вижу. Пока не пишете. Пока... Три задания я вам дал за это видео. В JavaScript немножко разобраться с ЗИС. Оно вам ничего не даст пока. Но это просто зацепит JavaScript. В любом случае, вы будете, когда писать функции, это будет полезно. Вы постоянно будете думать, на что указывает сейчас... На какой объект указывает ЗИС. Там не все так просто. Это раз. Второе задание, которое мы с вами говорили. Это написать программу. Я еще ее не видел. Да, вы будете писать, понятно, по пилов. Третье задание, третье задание. Это описать шоркас. То есть там уже будет что-то видно. Вот этот файл реальный. Я его вроде не видел. Вы его не присылали. Пока JS только видел. Да, 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 да. Стоп, в Одесса он файл. А, это ты пишешь... Это Денис писал, который сегодня очень хорошо разбирается в джанго. Так вот, Сереж, самая главная задача. Это слова Дениса. Это Денис писал. Мало удовольствия читать профессиональный код. Тем не менее, сегодня он очень шустренько читает джанго. И прекрасно. Поэтому здесь надо настроиться. Вот я не зря давал вот эти видео. Взять настрой, да. Старался делать, чтобы было новичкам понятно. Я надеюсь, что вы смотрели крутой код Python. Я его даю сюда, да. То есть, Сергей, смотрите. Уровень мы должны сразу брать. То есть не потом, когда-то. Вы все правильно делаете. Уровень мы берем сразу. Высокий, да. То есть исходный код. Почему? Вот правильно подметил свой Торнадо Дима из Беларуси. Он подметил, что такой частоты кода, как... Профессиональный библиотек много. Это и Нумпай, и Пилов, и Джанго. Джанго, кстати, очень крутая. Но такой частоты кода, как у Рассела Кейта Маги, да, его нету просто. Очень чистый код. Вот поэтому у него и надо учиться. Так вот, Сергей, я так понял, что вы как раз подошли к тому этапу, когда надо описывать функции. Поэтому сейчас для вас главная задача, это первое, описать этот файл, написать свою программу. При этом я вижу, что вам придется написать несколько программ. Почему? Потому что, да, у вас получается, да. Сейчас надо перейти от этой теории к практике. То есть все нормально. Но серьезным дядькой вы должны и стать этим серьезным дядькой. То есть это, Сереж, это не должно находиться так. Это Денис написал, я помню. Вот много удовольствия начал жаловаться, такой серьезный код читать. А вы что, не серьезный? Настройтесь, не надо, вы уже начали. Скоро и будете такой код писать. Только поймите, глаза боятся, руки делают. Все, ручками к клавиатуре все дойдем. Пока все правильно. Давайте перечислять, что вам делать. Итак, первое. Мы говорили, да. Что-то я могу сейчас упустить, но главное не упущу. Значит, сначала основное, да. Продолжает Шуркас описывать. И выбросите мне с головы эти мысли, что серьезные дядьки писали. Да, серьезные. А вы что, не серьезные? Вы таким же будете серьезным дядькой. Никуда не денетесь. И пишите программы. Сначала спилов. Второй момент. Я вам говорил, зыз. Да, зыз. Пусть вытянет. Просто подумайте над объектом. Это потом поможет. Пока это вам... Я не буду сейчас отдаляться. Вы читаете сообщение Димы своей торнадо. Да, насколько он, когда он к атрибутам приблизился. Но попробуйте покопать. И, кстати, Дима как-то очень правильно написал, что сначала он изучил объекты именно. Вот со стороны подошел к Python, к JS и увидел, что там все одинаково оказывается. Ну, в Python from и там же все импортируется. Только, допустим, с Node все то же самое. Поэтому эти две вещи. И все-таки третье задание. Я настаиваю на том, вот эти видео посмотрите, что я хочу, чтобы вы мне ответили на вопрос себе в первую очередь. Открываете этот учебник, залазите в функции, залазите в классы. И я вам говорю, что функции и классы это одного поля ягоды. Это разные вещи, они делают разные, но они объединены чем? И у вас здесь это все есть. У вас все есть здесь, да? То есть я хочу теперь, видите ли вы это? Вы сделали много заданий, но видите ли вы, что классы и функции это одного поля ягоды? Чем они объединены? Вот это я хочу от вас услышать. И в коде, в примерах. Вы растете. Растете. Вы растете. Сейчас практика и все. А дальше сами вылезут куски, что будет хромать. Сереж, ну что сказать? По сравнению с тем, что вы пришли, по сравнению с тем, что я вижу, что взялись. Сложного ничего нет. Ничего, потиху. Все получится точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...